Областные депутаты решили опередить Госдуму и утвердили смягчающие пункты грядущей пенсионной реформы, несмотря на то, что сам федеральный закон еще не утвержден депутатами Госдумы. А в биохимии под арест попали теперь не тонны спирта, а деньги и имущество. Подробнее об этом и не только в рубрике «Короткой строкой». Далее в нашем эфире. Деньги и имущество биохима и близких к нему компаний под арестом. Такое решение принял арбитражный суд Свердловской области в рамках дела об огромных долгах за электричество перед компанией «Т-Плюс». Сумма оценивается более чем в 141 миллион рублей. Напомним, ранее под арест уже попадали много тонн спирта, изготовленного предприятием. Теперь в суде посчитали, что это была недостаточная мера. Областные депутаты решили опередить события. Накануне они утвердили смягчающие пункты грядущей пенсионной реформы. Речь идет, в частности, о пенсионных льготах, которые даже после изменения возраста, выхода на пенсию, будут начинать действовать, как и сейчас. Но примечательно, что самого федерального закона о пенсионном возрасте пока не существует. Документ будет принят только после прохождения всех чтений в Государственной Думе. В Кировском Дендропарке появятся лыжные трассы, пешеходный благоустроенный маршрут, урны и скамейки. О планах по благоустройству территории рассказал представитель одной из строительных компаний города. Говорится, что лыжную и пешеходную прогулочную трассу оснастят 120 фонарями. На двух участках, которые будут пролегать над оврагами, появятся мостики. На работу направлено почти 6 миллионов рублей. Планируется, что все будет сделано к середине октября. Кировчанка стала чемпионкой международных соревнований по бодифитнесу. Юлия Казаковцева принимала участие в турнире Международной федерации бодибилдинга и фитнеса с призовым фондом 80 тысяч долларов. По итогам ей удалось завоевать сразу две золотые медали за первое место в своей категории, а потом в абсолютном зачете. Кстати, Юлия Казаковцева уже добивалась нескольких серьезных титулов в бодифитнесе. Она является вице-чемпионкой Европы и абсолютной чемпионкой ПФО и России. Юлия Казаковцева